Дни они проводят за учебниками и гаджетами, а вечера в тренажерном зале. Эти подростки не из тех, кто гоняется за идеальными пропорциями. Скорее, просто хотят поддерживать и пропагандировать здоровый образ жизни. И, надо сказать, получается успешно. Во многом помогают взрослые, более опытные коллеги. Традиционные соревнования «Сыны Отечества», приуроченные к 75-й годовщине освобождения Беларуси и 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, собрали на площадях одного из самых популярных фитнес-клубов города МФИТ порядка 50 юных спортсменов из всей Брестской области. Когда я начинал заниматься, мы вдвоем с другом ходили на турники. И сейчас уже прошло достаточное количество времени. У нас уже банда, человек 15-20. Но это возрастает популярность. Не обязательно даже посещать тренажерный зал. Достаточно просто выйти во двор, где есть турник и брусья, и любые какие-то снаряды. Рукоходы. И там можно тоже позаниматься. В детстве я любил играть в футбол. А как пошел в кадетский корпус, начал посещать тренажерный зал. Мне это стало интересно. Часто посещаю тренажерный зал. Ну и довольно-таки часто замечаю, что уже больше молодежи стало ходить. Участники соревнований – обычные подростки, ребята из семей, которые находятся в социально опасном положении, юноши из детского дома. Все настроены очень решительно. Поэтому, не жалея сил, тягают железо, упорно подтягиваются и отжимаются. К слову, соревнования имеют открытый характер. Принять участие мог каждый желающий. Цель, которую ставят перед собой организаторы, простая, но очень важная – привлечь и заинтересовать как можно больше детей и подростков к здоровому образу жизни. Не первый раз проводим такие соревнования. Мы собираем подростков. Мы хотим прививать подросткам здоровый образ жизни, чтобы они не ходили там ни с сигаретами, ни с алкоголем. А делаем такие соревнования, подтягивания, отжимания, прививаем им здоровый образ жизни. На протяжении почти двух лет мы оказываем поддержку Василию Зазули и его проектам патриотическим, образовательным и спортивным. С удовольствием поддерживаем побольше таких инициатив в городе. В дисциплинах по отжиманиям и подтягиваниям состязались ребята от 12 до 18 лет. Мастерство по остановой тяге и жиму лежа показывали участники от 18 и выше. Завершили соревнования итоговым награждением победителей. Кроме грамот и медалей спортсменам вручили символичные подарки. Участники поделились впечатлениями о своих победах, поздравили друг друга, а организаторы призвали ребят к новым победам и рекордам. Продолжение следует...